Дагестан впервые присоединился к совместной благотворительной акции РУСФОНДА и Центра молекулярной диагностики «Спаси жизни ребенку с лейкозом». Мероприятие приурочено к Всемирному дню донора костного мозга. Как сдать кровь, чтобы попасть в национальный реестр доноров, узнавала Лориана Шамхалаева. Доноры костного мозга дают надежду больным неизлечимыми заболеваниями, лимфомой, лейкозом и другими видами онкологических недугов. Чем больше потенциальных дарителей, тем выше вероятность совпадения, а значит и выздоровление рецепиента. Раньше для того, чтобы подобрать совместимого донора, приходилось искать его в странах дальнего зарубежья. Поиск обходился в сумму от 18 до 40 тысяч евро. Но даже при таком раскладе вероятность совпадения ДНК материала была недостаточно велика. Дагестан – это территория, на которой населяют большое количество разных национальностей, в том числе малых народов. Генетическая уникальность населения Дагестана предполагает, что донором может стать только сородичься, отечественник, потому что они будут близки на генетическом уровне. Процедура забора не отличается от обычного анализа. Она абсолютно безболезненна, необходимо всего 9 мл крови из вены. Возраст потенциальных доноров от 18 до 45 лет. Показания – отсутствие хронических заболеваний. Однако, как замечают врачи, некоторые нередко пугаются, услышав сочетание слов «пересадка костного мозга». Многие люди, в Дагестане я поняла особенно, потому что мы здесь проводим акцию первый раз, не совсем понимают, что такое костный мозг и что такое пересадка костного мозга, зачем она нужна. Потому что звучит это очень страшно. Многие люди путают костный мозг со спинным. Они думают, что для того, чтобы стать донором костного мозга, будут дробить кости или разбирать их на органы, засовывать иглы им в спину или что-то еще. Стать участником акции «Спаси жизнь ребенку с лейкозом» может любой желающий. Мероприятие, стартовавшее сегодня, продлится до 14 сентября в медицинском офисе СМД.